В небольшом аккуратном дворике на улице Венцика по домашнему уютная атмосфера. Цветет черемуха, благоухает сирень, радует глаз нестандартный для украшения дворов туи. Вся эта красота – дело рук жителей. Субботники для них в удовольствие. Эта весна исключением не стала. Благоустраивать двор вышли дружно. Где можно, выходим, помогаем. Вот красили заборчик вот этот, вот посеяли травку. Следим за состоянием газона, бордюра, забора ограждения, фасада, за общедомовым имуществом. Справляемся успешно, поддерживаем как можем, даже лучше. Двор признан одним из самых чистых в Самарском районе. И, как и было обещано, столь активным горожанам подарок – сертификат на установку системы видеонаблюдения. Она будет подключена к системе «Безопасный город». Такими видеокамерами оснастят 27 дворов Самары, где горожане отличились во время субботников. Сами активисты уверяют видеокамеры – дело нужное и долгожданное. Теперь этот двор вандалы будут обходить стороной. Априрские субботники завершились, но благоустройство города продолжается. Впереди основной фронт работа на этом не останавливается. Мы в течение всего лета, осени, до первого снега будем продолжать работу по наведению порядка в дворах и на улицах Самары. Вы видите, что в этом году идет масштабный ремонт. Более 2 миллиардов 300 миллионов рублей выделено только в городской бюджет по ремонту автомагистралей, а в совокупности с региональными объектами почти 7 миллиардов рублей. Кроме того, Самарская область стала одним из первых регионов, где реализуется федеральная программа по созданию комфортной городской среды. Почти миллиард рублей в Самаре потратят на благоустройство дворов и общественных пространств этим летом. Выбирали площадки по особым критериям, и здесь тоже многое зависело от активности горожан. От активности жителей зависит очень много. В каком дворе мы будем жить дальше, в каком районе мы будем жить дальше и каким образом дальше будет ремонтироваться. В небольшом самарском районе по федеральной программе в порядок приведут 32 двора. Кроме того, строительные компании вышли с инициативой привести в порядок фасады старых деревянных домов в историческом центре. Марина Кравцова, Константин Головин. События.